Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о файла настроек Spacemax. Когда мы устанавливаем Spacemax, у нас в домашней директории появляется файл Spacemax. В нем и надо работать. По сути дела, мы не бываем практически при настройках в EMAX-D. Почему? Потому что все настройки пользовательские вынесены сюда. Есть основные несколько настроек. Но сначала, для тех, кто совсем не знаком, я думаю, заброшил там куда-то лист и поставлю ссылку в описании. Потом буду обновлять. Значит, смотрите. Первое. Смена раскладки клавиатуры. То есть, ваше привычное не пойдет. Почему? Вот давайте попробуем. Сейчас я привычное сменю раскладку. И потом попробую. Вот смотрите, внизу уже не работает. Когда мы средствами IMAX меняем, Spacemax меняем, то есть нажимаем Ctrl и обратный слэш, вот здесь появляется нашу ру, и тогда внизу будет все равно у нас латыница. То есть, и потом привыкните. Теперь обозначение. В документации вы будете видеть M, это Alt. То есть, MX. Можно нажимать команды всегда, быстрые, чтобы проверить. Например, Alt X. Запоминайте. Да, и тут, что хочешь, набирает. Допустим, нам сейчас понадобится Got Align. И вот горячие клавиши. То есть, M, G, G. Alt, G, G. Давайте попробуем, проверим. Потому что так легко будет переходить. Это нам надо. Уберем. Чтобы закрыть. Сейчас сюда впишу. Закрыть. Вот не закрывается окно Escape и Q. Ctrl, G. Закрыть. Используем сразу Vim. Буквочка O. И переход на следующую строку сразу можно писать. То есть, закрыть мини-буфер. Это называется. Мини-буфер. Любой абсолютно. То есть, Ctrl, G пишу. Большая C. Это и есть Ctrl. Escape нажал. Shift. V появилось. Последнее запоминает. То есть, сохранить в стиле Vim. Итак, теперь давайте попробуем. Прежде чем перейти к файлу, нам надо быстрая ориентация. Значит, смотрите. Секунду. Так, и сюда добавлю. На первое время вам хватит. Сюда вот добавлю поиск. Поиск по файлу. Поиск по файлу. Значит, все здесь начинается с пробела. Ой. Я не понял. Ага. Сейчас. Вот так. Все. У меня было системное включено. Значит, поиск по файлу. Пробел. Вот так обозначается. SS. Давайте проверим. Итак. При помощи есть такая библиотека AVI. Значит, нажимаем. Это когда в зоне видимости. Видимости. Пробел. G. L. Выделяется буковками. Например, я хочу перейти к 31 строке. FD. И я там. Видите, да? Желтенький курсор. Если я хочу перейти к какой-то конкретной строке, которая у меня не видна. Значит, что я делаю тогда? Могу вот этим ввести строку. Alt X. Alt G. Вот она. Я пока смысл ее, чтобы показывать вам. Alt G. Alt G. И ввожу. Стоп, стоп. Alt G. И G. И ввожу строку. Ввожу 1. Enter. Все. Я перешел на первую строку. То есть, на первую. Вам время. Потом выберите. Да? Если больше, я думаю. Там. И. Значит. Это. Ави. Там дофига. Ну вот. Три хватит. Теперь. Теперь. Мы можем найти поиск файла. Поиск файла. Тут есть вот, да. Пробел. FF. Иными словами. Поиск файла. Пробел. FF. Поиск в файле. Пробел. FF. FF. Мы можем пройти так. И найти этот файл. Иными словами. Мы знаем, что он находится в home. И ввести SpaceMax. Да? А. Агата. Вот видите. Немножко неудобно. Сейчас надо искать. Поэтому опять вставляю. FF. Теперь. Там где надо. SpaceMax. Но есть быстрая команда. Пробел. Файл. F. Edit. E. D. DotFile. Теперь. Теперь. Там. Сейчас все это будет, ребят. Смотрите. Я бы хотел вернуться к тому файлу. Вот это все называется буфер. Да? То есть текст отображается в буфере. Это называется буфер. Значит. Работа с буферами. Тоже очень простая. Пробел. Буфер. B. Да? B. B. Значит. И точка. И при помощи N. Переходим. Да? Можем к любому буферу перейти. Вот перешли. Отлично. Escape. Нажали. Тут тоже есть буфер. Так. Пока хватит. Да? Потому что это все потом построится. Сейчас посмотрю. Буфер. Работа с буферами. Да. Точка. И здесь напишу. N. Следующий буфер. Это предыдущий. Там еще есть команды. Уже потом захотите изучить их. Так. Стоп. Опять переключил системную. Когда вас сосредоточили, что-то пальцы совсем не слушаются. Трудно вспомнить. Отлично. Отлично. Пока нам вот на это занятие хватит. Теперь перейдем к dot file. То есть запомнили. Dot file. Это и есть файл. Это и есть файл. Спейс макс. Переходим, как положено. Пробел. Файл. Файл. Edit. И dot file. D. Перешли. Итак, теперь настройки. Значит, сразу ориентируемся в Vim. Вверх файла. GG. Низ файла G. Пока вверх. Значит, смотрите. Первая настройка, которая нам понадобится, это настройка называется dot space mac configuration layers. То есть настройка конфигурации. Иными словами, действия здесь очень просто простые и тупые. Захотели добавить Python? Просто, грубо говоря, взяли сюда и вписали. Захотели добавить emax list? Добавили. Захотели добавить какую-то библиотеку? Все эти вещи описаны. Иными словами. Допустим, вот мы добавили org или git. Открываем поиск. И вводим следующее. Только именно git, а не git hub. Да, git. И мы обязательно увидим git layer. Допустим, это каждый. И здесь есть все настройки, которые прописать и горячие клавиши к ним. Так, к любому слою абсолютно. Всеми вы пользоваться не будете. Как правило, 15-20. Поэтому сейчас мы берем его и копируем. Первый слой. Ю-ю копировать. Мы можем просто нажать, если там тяжело, мышью пока первое время. Но отвыкайте. Значит, давайте... Давайте... Так, основные настройки. Давайте вверху. Основные настройки. Эскейт-п. Здесь мы можем... CTRL, значит... И N. Нажимаю. Назад, да. Можно было вперед. Можно к конкретному буферу подойти, но просто пока так будете. Сами уже разберете. Значит, смотрите. Сюда мы ничего добавлять не будем точно. 34-я строка. Запомните, да. Где бы вы ни находились. Если нам надо какую-то библиотеку добавить, нет смысла искать. Поэтому... Значит, IG-G34. Мы там, да. Сразу. Все остальные уже там будете добавлять. Что-то будет меняться. Дальше поехали. Так. Стоп. Нет, давайте скажу. Не очень удобно вам будет. Значит, работа с буферами. Секунду. И, значит, при помощи селом есть такая очень классная вещь. Сейчас покажу. Пробел. И BB. Так. Сейчас. Это у нас будет что? Выбрать буфер. Итак. Если мы хотим выбрать буфер. Пробел BB. И вот список, да. И мы можем выбрать наш буфер. При этом в настройках у нас установлен хелом. Да. Что это? Это поиск. Ctrl FF. Вот он. Быстрый, да. Нечеткий поиск. Так. Так. Вторая настройка, которая нам понадобится. Нажимаем Ctrl S S. Это и вводим. User config. Здесь мы можем перемещаться. Мы будем перемещаться вниз, а оно здесь будет показываться. Вот я сейчас перемещаю вниз стрелочкой. Раз. И там показывается. Да. Вот нашел. Вот эта функция. Dot Space Max. User config. Enter. Перехожу к ней. Здесь мы будем добавлять разные перемены. Например, настройка git слоя, да. И там и другие. Все, что связано с нашими личными настройками. Какое-то подключение, все прочее. Мы будем добавлять именно в User config. Поэтому я ее скопирую. Ю-ю. И перехожу к нужному мне буферу. А мне надо что? Guide. И беру следующую настройку. Прыгаю к той строке. Есть еще, да. Ctrl G L. И мне надо вот сюда, да, прыгнуть. Вот сюда. 18. FG. И могу вставить P. Здесь работает автосохранение. Нажимаю Escape. Но я всегда как-то привык сохранять. Опять возвращаюсь к нашему файлу. .file.bb. Нахожу мой файл Space Max. Следующая настройка, которая нам понадобится. Их очень немного. ss. Сs. Addition. Additionation. Да? Добавленные пакеты. Так. Сейчас посмотрю. вот вот эта настройка я ее копирую значит смотрите сюда мы будем добавлять пакеты которые мы устанавливаем например магит у нас не будет работать без Escalade 3 да то нам ее надо установить есть здесь допустим темы мегапак очень много тем очень много тем то есть я должен в настройку просто включить что вот это тут написано иными словами в ту настройку которая верхняя давайте перейдем к строке 34 что я делаю правильно IG G34 G34 вот в эту настройку сюда я просто добавляю мегапэк но мне это не надо пока я перейду назад есть кстати сейчас не буду путать библиотека туда-обратно прыгать стоп назад перейдем вот она мне не надо были все я себе установил определенные да то есть соляризит тема Зенбург и все само собой тем много переключение тем может быть на лету например сейчас вечером глаза привыкают к одному когда солнце надо в принципе светлая тема поэтому пробел большая буковочка Т С и мы можем вообще выбрать тему любую прямо сейчас установить и работать да я могу вторым вариантом мы дальше уже посмотрим пробел Т но Н нажать и у меня просто будет ранее предустановленные темы переключаться это чуть позже пока вернемся к нашим то есть поняли да я ее копирую Ю Ю дальше мне надо переключиться назад гайд он уже запоминает мои команды потому что так настроен дополнительные пакеты так следующее переключаюсь на SpaceMax значит давайте уже темы закончим значится ой вот видите я что-то сделал значится нажимаю Escape и нажимаю буквочку как и русская да у то есть все назад по правилам чем очень хорош да ВИМ набираю переходим еще к одной настройке тем Ctrl S S и смотрю вот они у меня темы я мотаю просто внизу поиски смотрю нужную мне настройку вот она вот у меня предустановлено сюда темы да которые я себе то есть я их могу переключать при помощи пробел пробел большая Т и буквочка Н в том порядке в котором они здесь установлены они будут переключаться так что я это тоже копирую перехожу к гайду мне надо следующая строка вставляю еще одна настройка пятая последняя основная которая нам нужна будет это юзер и нет так перехожу опять спейс макс дальше набираю пробел с с юзер и нет вот она одна например здесь у меня сейчас записано что маги статус ко всем ко всему где бы я не находился применять глобально то есть здесь мало записи копирую ее для вас перехожу гайд некоторые настройки мы сразу поправим вот эти пять настроек которых вы будете постоянно крутиться то есть внимательно посмотрите на них понабирайте еще раз повторяем вот это первое на 34 строке основная настройка куда мы будем добавлять пакеты давайте смотреть ctrl x 3 открывается новое окно и давайте смотреть так здесь я выбираю буфер нужный мне в новом окне space max не то кто-то выбрал так вот он и нам надо 34 строка alt g g 34 итак первая настройка это куда мы будем добавлять все пакеты которые бы не ставили и которые есть уже в space max все остальное сделает автоматом смотри горячие клавиши и что-то добавляй там в user config но все это будет работать настройка user config строка 126 на данный момент как я помню или нет нет это другая значит user config да туда где я буду добавлять а все остальные другие настройки понятно вот эта настройка дополнительные пакеты которые я буду устанавливать абсолютно любые все что есть вимакс да можно все сюда вперед ну как правило нет необходимости потому что все необходимое уже есть space max темы и user init редко что-то будет туда добавляться но что-то будет все есть еще куча настроек мы в следующем видео несколько штук поменяем чтобы нам было удобнее вот допустим сейчас видите у меня отображается открытый файл вот тут сейчас space max а по умолчанию там не стоит надо выставить это ручками все пока ребят поэтому по сути дела разобраться можно потом немножко с листом разберемся это язык программирования лисп коммун лист ну они все одинаково похожи там да там лист немножко разберетесь еще десятки языков сможете писать интересный язык так пока все кто новый только с этого видео spb-tube.ru это я дополнительно кто хочет заниматься space max работать на с мобилом с планшетом на компьютере в одной удобной среде настроить конечно это такая среда который за выходные не освоишь ну пару месяцев надо ребят но потом это дело привыкается я говорю сейчас начал писать видео и начинаешь думать клавиши они же не думаются потому что руки запомнили начинаешь путаться сами видели да а так когда спокойно оно идет просто запоминается с головы давно оно выскочило как забыл там где-то команду помнишь например там набрал alt x да общей команды там ага gotaline вот все пожалуйста вспомнил там то есть ничего ничего здесь сложного нет и в принципе все клавиши спейсмакс они логические если гид это будет g если файл что-то с файлами связан то это будет fs и редактирование это будет edit мы можем сразу этот файл перезагрузить сейчас я control g убираю это да могу закрыть окно control x 0 этот файл я могу во-первых сразу обновить то есть мы это набирали пробел fe dot мы набирали d последнюю dot файла открыть но я набираю букву r большую и все пошло обновление этого файла тоже я там писал эту команду такая еще надо иногда restart restart очень простая команда пробел q и смотрим смотрите привыкайте просто это глаза привыкнут смотрим q дальше restart imax restart imax и восстановление слоя то есть маленькая и большая я набираю маленькую он у меня спрашивает сейчас сохранить или нет ну пусть будет сохранить теперь он загрузится и откроет мне ту же самую страницу то есть поняли да все в этот раз было разобраться с этим пятью настройками и все дальше больше там вы особо нигде бывать не будете остальные несколько настроек мы поменяем да остальное уже многое все несколько почему у вас вначале не будет строк ничего все это надо установить